Ваше сегодняшнее выступление посвящено самой важной проблемой. Потому что человек то, что он ест. Человек то, что он усваивает. Мы принимаем лекарственные препараты и мы пишем, предполагаем, что она хорошо усваивается. Правда же? И предполагаем, что все, что вы съели, пойдет нам на пользу. Однако это не всегда так. И очень часто человек, который принимает пищу, казалось бы, нормальную пищу, получает интоксикацию, у него нарушается функция всех внутренних органов. Я специально привела вам фильм, на котором показано на МАФТ, какую важную роль играет биомеханика внутренних органов. В норме, когда человек совершает вдох или выдох, это не просто движение легкие, которое наполняется воздухом или воздухом касаемо. Это еще и в геомеханиках всех структур, которые принадлежат грузопрюшной геопрагии. И поэтому с каждым вдохом двигается не только геопрагия, но и печень, и полочный, и желчный пузырь, и мочевой пузырь, и предстательная железа, и матка. И они не двигаются. И поэтому нарушение естественной геопрагии приводит к тому, что возникает стаз, нарушение потока, и человек медленно угасает. Проблема заключается в том, что до сегодняшнего дня мы не знали, как это узнать, и как этому помочь, как это препятствовать, как это предотвратить. И сегодня мы рады с вас познакомить с новой технологией, которая позволяет восстановить нормальную оптиму свистера, моторных и мотовестеральных двигателей. Презитация. 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 Эти видеокадры вы можете скачать с нашего сайта совершенно бесплатно. Не пытайтесь нам на телефон записать, это будет бесказом для вас, как приятель. Крупно только, чтобы сделать. Внизу рюмочку нажать. Вот так. Мне очень приятно, что я наступаю сегодня под егидогеновские чтения, потому что именно Александр Моисеевич сказал, егидология – это раздел неврологии и в то же время иметь визуальности, связи с существенной проблемой. Непременно и подчас решающее влияние оказывает вегетативная гердосистема на организм и адаптацию на адаптационные процессы, проведение и поддержание внутренних гомеостазов. А вегетология – это в премьер-силу гистермоторные рефлексы. Следующая. Меня зовут Василия Людмила Федоровна. Я представляю Российскую академическую социальную реабилитацию, как это предлагает вегетологию. Это новое направление в неврологии, которое позволяет оценить работу нервной системы под нагрузкой. Долгое время неврология представляла оценку рефлекса для того, чтобы оценить проводимость нервного пучка. Настолько импульс проходит, настолько она возвращается. И поэтому в неврологии долгое время мы оценивали рефлексы по боли. Но боль-то возникает под нагрузкой, и поэтому пришло время оценить рефлексы по той нагрузке, которая провоцирует боль. И тогда появляется скрытие компрессионных синдромов, которые возникают только в процессе движения. Когда человек, у него ничего не болит, его ничего найти не может. Но когда он встал, возникает у него боль. Начинают проявлять рефлексы, когда он стоит. Когда он наклонился, у него возникает боль. Надо проявлять рефлексы, как он правильно наклонился. Александр Моисович очень долгое время посвящал вегетативным рефлексам. Мы забыли про них, а ведь этим рефлексам уже более 100 лет. Это рефлексы, которые обеспечивают вегетативную реакцию внутренних органов. Следующий. Причем различаются висцер-висцеральные рефлексы, когда патология одного внутреннего органа влияет на другую внутреннюю орган. Следующий. Это рефлекс, который висцер-аводорный, а не мотовисцеральный. Следующий. Вот на этом стриме показано, как со стороны мышцы, со стороны внутренних органов, идет одинаковая рефлексия на спиной мозга. Следующий. Вот и висцеральные рефлексы. Это влияние двигательной сферы на состояние внутренних органов. Этот раздел уже более-менее искусен в нашей неврологии. И мы знаем его хорошее применение. Это когда мы используем лечебную гимнастику. При заболеваниях почек, легких, мочевого пузыря, матки, оптимизируя определенные мышцы. И знаем, что если мы делаем гимнастику, то внутреннему органу становится легче. А как узнать, как внутренний орган влияет на мышцы? Это так называемый висцеромоторный рефлекс. А ведь уже более 100 лет известно, что когда раздражает внутренний орган, изменяется полус плетной мышцы. Почему? Потому что аферитация из внутреннего органа и из мышцы единым потоком приходит в спинной мозг. И когда возникает реакция аферитации, на что она отреагировала? На реакцию мышцы? Или на реакцию внутреннего органа? Реакция абсолютно одинаковая. И поэтому сейчас мы получаем патологию с отронифологических нарушений, которые не имеют отношения с синдектосредной энтервации спинного мозга. Следующий. Висцеромоторный эффект имеется два уровня реализации. Через центральные механизмы? Следующий. И через старочные руль спинного мозга? Следующий. Я не буду много вам рассказать о теоретических аспекте. Потому что если вы заинтересовались, вы детально посмотрите. Огромное количество материалов сейчас публикуются в интернете по поводу висцеромоторных и мотористеральных депрессий. Они известны еще с 1938 года, когда установлено, что раздражение прямой кишки влияет на толстый кислот в руки. А раздражение толстого кишечника влияет на толстый кислот в живота. И мы это знаем. Когда мы занимаемся сценткой пищевой перидоритой, мы здесь используем сцентами раздражения в душной полости. Мы знаем, что патология в грузе граммно влияет на мышцы. Следующий. Большую роль сыграли в оценке в открытии гестромоторных рефлексов нашей отечественной ученой. Исключивой импульсовый пауз. Дело в том, что когда он изучал пищеварительный рефлекс, собака находилась в станке. Но когда собака находилась вне станка, на момент на пищеварительный раздражение сначала возникало две пищеварительные реакции, а потом пищеварительные. Потому что эти две реакции происходят одномоментно в организме человека. И когда у животного возникал воспалительный процесс после операции, животное не могло лежаться на лапах и падало на ногу. Эти случайные нарезки были найдены, и потом уже превратились в фондовитальные исследования по гестромоторным рефлексам. Следующий. Но клинически мы используем его очень мало. Мы только знаем, что когда возникает боль при забоевании сердца, может болеть рука. И мы знаем, что имеется симптом шеркновлюбина. И это все. И как работают наши внутренние органы, и как это влияет на полус мышца, до сих пор не было известно. А ведь посмотрите, пожалуйста, многие внутренние органы и конкретные скелетные мышцы имеют общую уровень иннервации. И поэтому, несомненно, патология определенного внутреннего органа влияет на конкретные мышцы. И эти исследования уже более старик. Но они не в наших руках. Оттого, что эти есть связи, нам не холодно лежать, как и это печально. Большую роль в реализации клинического мистроватона предместа сыграл Николай Александрович Гринштейн. Он открыл, что когда человек совершает движение, в любом выполняемом движении имеются две фазы. Следующая. Первая фаза – это произвольно-дуполняемое движение. Оно предназначено для выполнения быстрых произвольных кранковременных движений. И оно подвергается произвольной коррекции. Я могу поднять руку силеет, я могу поднять руку слабее. Это первая фаза улучшенного сокращения. Но если вы подняли руку и сохраняете это движение хотя бы три секунды и к следующему, наступает тоническая фаза, непроизвольная, когда возникает повышение тонуса, и эта сила реакции нам не подчиняет, не подвластно. Когда у человека нарушается вторая фаза сокращения, во время движения появится такой полидарный тревог, который записан Николай Александрович Джекштейн. И вы сегодня его на реальном увидите, как мы будем выявлять. Как проявляется нарушение тонической фазы сокращения? Оно проявляется в нарушении статики. Ведь когда мы стоим, вы не анализируете, как мы стоим. Почему одно ключо поднято, а другое опущено? Почему одна нога впереди, другого наказали? Кто нами управляет? Нами управляет кулус, который нами бессознателен. То есть есть структура, которая влияет на тонус и вызывает изменения на разное состояние мышц. Когда одна мышца имеет повышенный тонус, а значит повышенная возбудимость. А другая мышца имеет повышенный тонус, то есть повышенная возбудимость. Следующая. Я хочу вам показать мою любимую картину. Ее подарил мой профессор Леев, когда я еще дружу. Чем она красива? Посмотрите, какое огромное количество оперентации идет. Из кожи, из сосудов, из мышц, из внутреннего органа. Огромное количество единым потоком в ходе спинного мозга. На что ответила мышца? На кожу, на сустав, на самому мышцу, на внутренний орган, до сих пор неизвестно. А мы пытались с этой мышцей работать. Почему это бесполезно? Потому что мы не поняли, откуда идет патологический оперентный поток. И поэтому, когда возникает такая реакция, снижается тонус определенной мышцы. И тогда возникает капитсоторное укорочение от таговиста. Друзья мои, я рада, что я вас слышу, потому что вы в неврологии сделали грубей, неожиданную ошибку. Я хочу, чтобы молодые меня услышали. Мы же знаем, что законы неврологии территорической это гипотония, гипостезия, гипорефлексия. Это же первое, что происходит. Почему же мы пытаемся обезбаливать спазмированные антагонисты? Синдром малой грудной мышцы. Как его неврологически объяснить? Неожиданно, одна мышца вдруг спазмируется. Где сегментарная нервация? Нет сегментарной нервации. Если сегментарная нервация, у нас их серьезно работает. Почему только одна? Что-то мы пропускаем в неврологии. И пропускаем очень сильно. Синдром фуршевитной мышцы. Почему одна мышца вдруг спазмировалась? По законам неврологии, даже мы сначала гипотонии где-то, а потом возникает покорачивали. Мы забыли, то, что, чего у нас очень важно. В 16.30 в фуршетной зоне состоится Олимпиада молодых ученых с вручением памятных призов и грантов на образование. И кто знает, кто работает с брошевинной мышцой, вы знаете, сколько бы влага этой недели брошевинной мышцы. Она же поставила спазмироваться. Почему? Потому что мы пытаемся бороться с организмом. Мы никогда организм не победим, друзья мои. Можно не только договориться. Почему грушевинная со спазмироваться? Потому что большая эготичная расслаблена и таз не сабилинный и компенсатурно укорачивает грушевинная мышца. Почему малая грудная укорачивает? Потому что большая грудная и работает. И поднять руку невозможно другой мышцой и малая грудная компенсатурно подключается. И пока мы не включили гипотоничную мышцу, работать со спазмированные мышцы нельзя. Я понимаю мануальный терапевст. мануальный терапевст вышел не из неврологического грудного. Ну вы же неврологи. Мы знаем, надо искать гипотоничную мышцу. И тогда спазм должен пройти сад. И вы сейчас это увидите сами, своими собственными глазами. Потому что мы сегодня будем с вами разбирать вас лично в физической больнике, у которых имеются хронические болевые синдромы. Как стыдно, когда врачи болеют. Почему стыдно? Уважаемые гости и участники конференции. В 16.30 приглашаем вас в прошедшую зону, где состоится Олимпиада молодых учёв с улучением памятных и грантов на образование. Я могу отказать. Я хочу показать, в чём смысл лучного тестирования. Когда я проверяю обыкновенные неврологические сложные рефлексы, я прошу пациенту расслабиться, снизить свой тонус максимально сколько возможно, достигнуть состояние покоя и провести активацию рефлексов. Я включаю огромное количество мышц и поможу. А проводимость хорошая? Проводимость хорошая. Она говорит, у меня болит плечо. Не слышу. Да. Я говорю, у вас ничего не болит, у вас префлекс прекрасный. Префлекс прекрасный. Она говорит, на плечо-то болит. Почему? Потому что не флекс в покое а цены только проводимость. А мне надо узнать, почему она неотоперна к нагрузке. И какой? Прошу, троите мышцы ключевых. Я могу проверить. Мышцы ключевых встал. Я могу проверить. Какая эффективная мышца? Прошу, отказать сопротивление. Олимпиада молодых ученых начинается. Я прошу достигнуть пациент гизиометрического сокращения, отказать несопротивление и на фоне атакового сопротивления растягиваю мышцы. Это те же самые дефлексы, только под нагрузкой. Прошу пациента, сопротивляйтесь противного движения и на фоне сопротивления оказывают кратковременное растяжение мышцей. Не молотком, а своей собственной рукой. И я могу проверить, как под нагрузкой работает каждая конкретная мышца пациента. Я смотрю раповидную, дельтовидную, большую грудную, малую грудную мышцу, полнопапочную, наглосную, подосную и нахожу, что у нее есть конкретная мышца, какая? Что, праговидная? Я нахожу конкретную мышцу, которая не выдержит нагрузку. У нее снижен полус мышц фиксирующих лопатку сзади. И поэтому возникает перегрузка мышц, которые фиксируют лопатку спереди. Но она сейчас-то не знает, она говорит, у меня болит плечо. Я не слышу. У меня болит плечо, у меня не имеет руки, у меня атрофия возникает мышц. Пальцы сгибаются, у вас будут двигать. Что делать? Рефлекс спокойно. Но есть она сократит мышцы? Там максимально прижали. И еще сидящим. Интуитивно сократит мышцы. В норме нафиг растянуло короче до мышцы. Боль должна быть больше? Или нет? Больше? Сокращайте мышцы. А сжимайте мышцы. Как только она сократила гипотоничный антагонист, волен ушла? Что же я буду разминать вот эту мышцу? Сколько буду делать массаж? Сколько будет? 20 дней? 30 дней? Сколько будет массаж? А подумать неврологическими мозгами, подумать, что если мышца где-то спазмирована, где-то снижим тонус. Найти здесь смешно и закрепить эту мышцу сильнейшим. И тогда возникает парадокс. Укороченная мышца перестанет болеть. Я хочу чтобы вы наконец услышали сколько можно людей травмировать у каждого своего маленького кладбища. До каких пор оно будет расти? Как только она сокращает мышцы, тут же снижается тонус и возникает увеличение боли. Потому что она оказала патагетическое воздействие. Она повысила искусственно тонус этой мышцы. Но почему она оказалась слишком? Это уже будет второй вопрос. И тонус еще шутки. Тоже самое с мышцами шеи. Трудно найти в этой аудитории чем болело бы шея. Я хочу насладиться болью этой очаровательной пациентки. Хотя они нужны, чтобы есть тратарь, но дается. Вы обманываете. Все линии что ей больно? Будем делать блокаду? Массаж? А может он вам терапию? Что еще? А подумать, почему у нее спазмерные мелкие межпозвонковые мышцы? Где-то мышцы не работают. Есть спазмерные мелкие мышцы, не работают длинные. Давайте посмотрим. Для того, чтобы проверить длинные мышцы, я привожу мышцу в исходное половину, чтобы сближены были места прикрепления. Прошу ее оказать запротивленную мою руку. мышцу и это все. И это шейно-толический рефлекс. В каком они восхитительном состоянии. И что вы думаете, что можно будет массажем шеи помочь пациентке, у которой шея не держится? пациентке. И что можно здесь делать? Если при таком состоянии назад было, если при таком состоянии экстензора мы будем что-то делать на уровне мелких мышц, это не будет патологическая восстановная терапия. Это будет симптоматическое лечение, когда мы сегодня верим за телом пациента. что надо сделать, чтобы снять этот бой? Восновительный эффект нестабильный постабильный стабильный упор. Уважаемые коллеги, почему я немножко отвлеклась от своей темы? Потому что если у вас имеется гипотония длинных экстензоров, мелкие позвонковности всегда будут короче. И наиболее частая причина это нестабильность мест прикрепления. А длинные экстензоры прикрепляются на уровне грудного отдела позвоночника, где проходят ромбовидные мышцы. И возникает залпнутый круг. Не работает ромбовидная мышца, укорачиваются малые грудные мышцы. Не работают длинные экстензоры, укорачиваются межпозвонковые мышцы, усиливаются компрессии нервов. И поэтому очень часто, когда мы не понимаем, что мы делаем с пациентом, мы только ему вредим. Ведь как люди говорят, будем лечить или пусть живет. Вам смешно? А ведь это же страшно. Мы все, каждый из вас боится заболеть. Почему? Потому что мы не знаем, вы коррекцию или нет. Только почему? Потому что мы отошли от основ от того, что при заболевании в нервной системе возникает сначала гипотония, гипостезия и гипорефлексия. Посмотрите пожалуйста, две секунды мы проработали места только это не может все. Я хочу проверить насколько местные вы достали хорошо. Назад. 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 А теперь я хочу узнать какая любовь. Что вы делали с ней в долгие курки? Зачем вы делали леглокаду? Зачем вы делали массаж? Так нужно было просто восстановить тонус гипотоничных мышц. Друзья мои, пожалуйста, услышьте меня. Пришло другое поколение, пришло другое время, пришли другие врачи. Нельзя лечить пациента так, как лечили в прошлом веке. Новая медицина пришла. Если вы не успеете сориентироваться, вы отстанете. Следующая презентация. Следующая слайд. Где? Где? Сергей Евгеньевич? Следующий. 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 При динамометре было выявлено, что когда у пациента снижен тонус, первая фаза прекрасная, но нет вот этой выносливости возникает вот такой порог. в норме при каждом есть не то, чем заменить сопрещение мышца только увеличивает тонус. Когда снижена сила достаточно на первой фазе, но нет выносливости мышцы. И поэтому снижается рефлексия, потому что мышцы снижаются тонической составляющей. Следующий. То же самое в начале количества нервных пульсов. Следующий. Как это проявляется в виде? Здесь при царе теломиографии человек совершает экстензию. Он поднял ногу. Как вы думаете, какой ногой человек должен поднять ногу? Большой ягодичной мышцы. Это основная мышца, которая поднимает ногу назад. Видали поднимая электромиографию. Вот так поднимает ногу поднимая назад. Он включает разгибатель спины, но не включает большую ягодичную мышцу. Как ему что у него будет болеть? У него будет болеть спина. И мы эту спину разминаем, растягиваем, не понимая, что пока мы не включили большую ягодичную мышцу, растягивает перегрушенную мышцу мало эффекта сердца. Оказалось, что агонисты каждого из движений совершенных человек имеют связи с определенной конкретной мышцей. На медвя желудка это характерно большая грудная плитичная порция. Для подружки широчайшая мышца спины. Для гневой кишки экстензор для толстой мышцы подразума мышца поясницы. Я не говорю, я прочитала быстрые тискеры, но не все у нас есть методичные. Я просто хочу показать, как это работает на практике. Следующий. Почему так часто внутренние органы испытывают дискуссию? Почему так часто возникает нарушение функции внутреннего органа? Мы не так уж много пьем и курим. Почему так часто болеем? Потому что очень часто нарушается биомеханика движения внутреннего органа. При каждом этапе движения внутренний орган совершает определенное направление движения. Или внутреннюю, или наушную ротацию, или филетику, или экстензию. И если грудно-врюшная диафрагма нарушает свою функцию, очень часто нарушается биомеханика внутреннего органа. Следующий. Кроме того, многие внутренние органы непосредственно прикреплены к мышцам или к суставам. Например, кишка прикреплена к диафрагме, а тонкая кишка прикрепляется на уровне грудного отдела позвоночника, а сливая кишка на связку с грудной костной структурой. А посмотрите на легкое. Какое огромное количество связок к трофею к позвоночнику. Видели, какое огромное количество связок? А боепочка вообще решит обновление актуру. и поэтому снижение тонуса по этой шпакушной мышцы приводит к тому, что возникает не в ракторе. Только снижение тонуса мышцы. А посмотрите на сердце, как Иисус Христос распятый, между грудинами и позвоночником. И поэтому любое нарушение тонуса мышцы не только рефлекторно влияет на внутренние органы, наоборот, но и непосредственно как контактные ассоциативные связи с лепсами. Какая клиника и висторомоторных предметов. Клиника очень необычновенная. Это те же болевые синдромы, которые не провоцируются статодинамическими нагрузками. Они не изменятся половине стиля, стоя, лежа. Они зависят от приема пищи, от какого-то времени своего происхождения. Например, воряд только ночью или воряд только в тот конкретное время. У меня был пациент, который говорит, я не завтракаю, потому что если я позавтракаю, мне болит спина, я подожду 11 часов, позавтракаю и полежу, чтобы спина перестала болеть. Поэтому возникает гипотомия мышц и гипотомия связанных с внутренними органами и возникает спазм мышц антаголистов и возникает компрессионные синдромы, которые ничем не могут купироваться. У каждого из вас есть пациент, которому вы не смогли похож с обычными методами. Почему? Потому что подвесного связанных не с сегменты спинного мозга а с мистером атомным рефлексом. Следующее. Например, при патологии печени и желудка очень часто снижается тонус большой грудной мышцы и тут же возникает спазм малой грудной мышцы, возникает боль в плече, возникает компрессионные синдромы. Но очень часто есть и причина связанных с мистером атомным рефлексом, то механическое смещение внутреннего органа приведет к изменению ситуации. Мы сегодня вам покажем, как это можно будет проверить. Следующее. Человека с патологией внутреннего органа можно всегда увидеть издалека. Большая ягодичная мышца отражает функцию марки и предстоятельной железы. И если появится смешение грудной системы, то возникает гипотомия большой ягодичной мышцы. И пациент поднимает ногу небольшой ягодичной мышцы, а мышцами спины или укорачивается подвижная мышца. Если пациент при ходьбе поднимает ногу вместе с тазом, значит это скорее всего проблема связанная с сходом и сидеть. Если пациент возникает боли при подъеме ноги, очень часто он улучшает эскуще тонкого кишечника. Страдает прямая мост и прямая мышца бедра и тогда пациент поднимает ногу другими мышцами. Он говорит я не могу поднять ногу не возникает боли. Я не могу встать на лестнице не возникает боли. Посмотрите как поднимают. Если он включает не мышцы живота и прямую мышцу бедра а другие мышцы которые включаются компенсаторно он получает боль в том месте где располагается компенсаторную короче нервность. Если поднимает при помощи косых мышц живота у него будет боль под ребром а если у доктора будет боль на 10 сеттеза а если будет больше включаться колебный сустав то будет включаться мышца колебного сустава. Важно не то что у человека имеется боль важно что ее провоцирует потому что боль возникает в тех мышцах которые компенсаторно перегружат а как узнать что не перегружат человек скажет то движение которое провоцирует боль я не могу стоять у меня он испытывает боль в пояснице надо не поясница заниматься а мышцами и пошли должны включиться при наклоне. А это мышцы живота, это дисфункция тонкой кишечника. Нельзя вылечить боль в спине, которая возникает при наклоне туловища, если вы не включите мышцы живота. А ведь надо проверить, как они все работают. Поэтому очень часто, поскольку на пациента, как он сидит, как вы двигаетесь, можно уже предположить, какой из них логов вас страдает. Следующий. Следующий. В чем заключается генетологическая диагностика? Следующий. Первое. Мы, например, в мышцу, которая рефлекторная ассоциированность связана с внутренним органом. И она дает изходно сниженный тоник. Второе. Следующий. Мы провоцируем вот этот внутренний орган, с которым эта мышца связана. И если у человека нарушена биомеханика движения внутреннего органа, возникает рефлекторная реакция, и мышечный тоник повышается. И исчезает боль, с которой человек пришел. Это не лечим, это только что? Диагностика. Если движение внутреннего органа, постоянно тонус гипотонической мышцы, то компенсационно-спазмированной мышцы боль будет исчезать. Таким образом подтверждает, что та боль, с которой человек пришел, имеет генез висцеральный, а не сегментарный. Следующий. И тогда проводится генез висцеральный терапия в соответствии с того направления, которое необходимо. Ко мне подошла девушка и сказала, что она была в удовольствии, а кто-то между другими? И сказал, что у нее возник спор. Когда ее захоронили, на вдохе или на выдохе? Одни говорят на вдохе, а он говорит на выдохе. Друзья мои, все необходимо проверить. Для одного патологии является вдох, а для другого патологии является выдох. Мы все разные. У нас нет никакого общего универсального механизма, который бы всем помогал. Каждому нужно отдельное свое лечение под контролем биологически-обратной связи собственного тонуса. Что и с этого мы будем его показать. Итак, первый пациент, прошу. Кто был первый пациент? Кстати. Кого первого смотрели? Я бы хотела не остановиться на теории, потому что вы вас зайдете на сайт телезиопрофи.ру и там посмотрите всю лекцию, запишите ее, бесплатно скачайте. А мне бы хотелось показать, как это работает на практике. Вот реальный живой пациент, и что можно было бы ему помочь непосредственно сейчас в займе. Что вас беспокоит? Ко мне пришел пациент, говорит, у меня сильно болит шея, а до него у вас груди, до него у вас сердце. Где еще он пациент? Я сразу спрашиваю, что вашу боль провокирует? Что провокирует? Что вашу боль провоцирует? Когда становится больно? Когда сидите? Когда ходите? Когда двигаетесь? Когда спите? Когда кушаете? Как все это говорит? У меня сильно болит шея и плечо. Но никогда я хожу. И никогда я сижу. И никогда я работаю. Я прекрасно нагружаю свою руку, и она у меня не болит. Это не статодинамическая нагрузка. Это уже не позвоночник. Я могу спокойно, на коленбуну в разную сторону, но у меня не болит. Она болит только тогда я нишу. Это же парадокс. Что-то происходит в половине лёжа, что раздражает и нарушает функцию мышцы. Ничего не осталось. Такого пациента я всегда в шейном отделе мало. Я не знаю почему. Потому что нет движения шеи, вызывает боль в руке. И не в области таза, потому что не положение шеи вызывает боль. А боль возникает в положении лёжа, когда наоборот всё, что может быть, нам максимально расслаблено. Но что-то где-то придавливается. Что? Кладём пациента и смотрим. Почему я его сразу располагаю? Я располагаю в том положении, которое у него вызывает боль. Он к этому положению не адаптирован. Его не смысл на это положение сидели и стоят. Потому что он болеет, когда он лежит. Если он в положении стоя провоцирует боль, я посмотрю его в положении стоя. Он говорит, положение лёжа. Теперь я проверяю все его рефлексы под ногой стоя. Я прошу пациента оказывать сопротивление и смотрю, а как включается движение литовидной мышцы? Главная мышца, поднимающая в тормозье. Это мышца организма. Я прошу пациенту сопротивляйтесь, пожалуйста, и что он никакого сопротивления не оказывает. Теперь смотрю, как работает двухглавая мышца плечевого сустава и как двухглавая работает. Здесь тоже будет выраженная гипотония. Смотрю, как трицепс работает. Трицепс нормально? То есть я нашла, что у меня работают трицепс и я работаю литовидной мышцы. Теперь смотрю, как работает литовидная мышца. На самом деле никак не реагирует. То есть снижен гипотонус трёх мышц. Теперь хочу узнать, точно нет компрессии? Я вину и ополняю голову в сторону. Открываю мышцозатковое отверстие. Вот что-то шея происходит положение лежа. Вот как я давай неправильно, какая-то дестабилность. И смотрю, что-то изменился в половине открытия мышцозаткового отверстия. Получив. А если это, да, план yeah? Что-то в шее происходит, потому что при открытом мышце oatmeal и естествотот今午 сообщества. Хорошо, думаю я. А если я наклоню голову вперёд? Я в другую сторону. Я просто гублю, не знаю, что я откоплю. Посмотрю, а что изменится? Смотрит ли Дарья Горькова? Гипотемия ясной лечилась. Я хочу узнать, я даже не буду владеющей. Могу ли я как-то себя проверить? Очень просто. Если я наклоняю голову и открываю отверстие, тонус мышца увеличивается, а когда закрываю голову, тонус мышца увеличивается, боль будет тоже меняться. Сейчас витамидный мусор гипотоничен. Тогда будет болеть, не станет только тебе, давайте проверить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Теперь я меняю голову с другой палпиной, а рука располагается на стадлевом месте. Скажите, что нет. Тогда я ещё раз наклоняю голову. Тогда я ещё раз убираю. Если от положения шеи что-то меняется в плече, эта проблема связана с шеей. Но почему шея зазвучала только в положении лёжа? Что на неё оказало влияние? Следующий этап. Я хочу узнать, как работает дыхание. Я хочу позадать вдохнуть. Вдохнуть? Выдохнуть? А вдохнуть? Хорошо, я думаю. А если я положу леонтологическую позу, которая улучшала функцию дендоритной мышцы? И сейчас вдохнуть. Задёшь вдыхание. А вот оно что. То есть у него шейный отдел позвоночника страдает, потому что у него на уши потом вдоха. А во время дыхания он глубоко дышит. И поэтому возникает постоянно компрессионный седер. Но почему при дыхании возникает такая реакция? Почему мышцы шеи зазвучатся в дыхании? Когда не работает, с грудопричная диафрагма. Человек лежит ниже вдох, а он каждый раз поднимает плечевой пояс вверх. И я должна разговаривать, почему ему для совершения вдоха в вдохновении нужны мышцы плечевого пояса? Что происходит с грудопричной диафрагмы? Что на него умеет свою функцию, а заставляет его постоянно поднимать плечи. От этого компримируется нерв, и возникает цепь, цепь, цепь возникает как гипотония мышцы человечества. Разбирайтесь с диафрагмом. Коллеги, я не быстро говорю, как вы? Я смотрю на свой галфометральный положение, получаю свою гипотонию, и начинаю смотреть, что у него располагается на грудопричной диафрагме. А у него в половине чередового троска выраженный спазм. Попробуйте себя проверить, уважаемые коллеги. Есть ли у вас в половине чередового троска выраженный спазм? У вас в половине чередового троска Для этого она найдет и в нижний край идет и пропадется в данном участке. Есть ли у вас в половине чередового троска? Это признак грыжи пищеводного отверстия. Когда возникает открытие пищеводного отверстия вы втягиваете труду пищеводного диафрагма и спазмируется. Вот то, что вы находите, посмотрите себя, пожалуйста. И мы у нашего пациента шли то самое. Друзья, вы в половине ничего не больно. Ничего не больно. Ничего не больно. Не больно? Да. На поле тень его вышки опускают руку вниз. Ничего не больно. Ничего не больно. Но когда вы только на высоте не любят, а не любят, куда декать, куда в больно? Да потому что больно. А вот не больно. А ей ничего, да? Посмотрите себя. И на какой-то тюрьме. И посмотрите здесь. Это наиболее частые приступы, когда возникает компрессик, из чего думать в тюрьму пришло диафрагм, кардиальное отделение жизни. Почему? Потому что когда он нервничает, диафрагма сокращается, длина ее уменьшается, отверстие увеличится. А как мы сидим? Мы же сидим так, повышаем внутребрешное давление, и что происходит? Все понимаете. Давайте проверим, так ли это. Действительно ли то, что мы нашли, это желудок, и можно ли с ним что-то сделать? Я начинаю смещать желудок и смотреть. А можно по этой группе? А, это поговорить. Я смещаю желудок, и далеко смещать желудок, и проверяю, как работает мышца. А из-за группы что? Я могу это проверить в погоне. Только слышал, что это больно. А или я очень хорошо. Я нахожусь в поздневном антагонисе. Сейчас убираю желудок, и смотрю, а кто-то из них погонит? В другую сторону погонит. Три секунды. Если у человека от движения желудка изменяется болевое ощущение, то плечо и шею лечить не надо. Это все капецатонная реакция организма на нарушенный паттерн дыхания. Если вы не нашли направление движения, которое восстанавливает тонус ассоциированный мышц, этот желудок трогать нельзя. Потому что вы не знаете, что там может находиться. Вы должны срочно человека отправить на ребенка и срочно изменить. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы увеличить боль в плече и боль в шее, мне не надо работать с плечом и шеей, мне надо работать с желудком. Как проводится лечение? Очень просто. И тут все написано. О семье, а любимых, побеспокойтесь, пожалуйста. Уж там главный? Кто бы другой. Уж там. Рука располагается, основание волоконной, выпуски вечеринного отростка. Видно ли? Оказывается поудальное движение. И человек совершает вдох, и довольно-таки потихонечку вытягивается. Или можно помочь человека попашивать, чтобы было более активное движение. И с каждым вытоком желудок опускается вниз. Если вы долго просидели, про пощупайте вечеринный отросток, из-за того, как в этом месте возникает боль, положили руки и просто покашляли. и покашляли. Начали боль. Положили руки. Обтоклонились назад на меня. И покашляли. Жудок будет на вас. Видно, как он сокращается? Подписывай, не поднимай. Вот, хорошо, хорошо. Там, 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 там. Что-то вы ничего напрягаете. Я хочу проверить, я поцепу-то смогу вам в очереди? Смотрю, что-то в положении. Смотрю, что-то в положении. Смотрю, что-то в голову, что-то в плечах. Смотрю, что-то в давидную мышцу. Хорошо, думаю. Тогда я спровоцирую бездавидную мышцу. Помните, вы его на фонголы провоцировали? Я вам сужу, гляньте, с перебортикулярной мышцы. Смотрю, что-то изменится. Что-то недостаточно. Смотрю. Это точно горешок? Тогда будут две гипотоничные мышцы. Я хочу узнать конкретную точку. Вы сможете положить в давидную мышцу нормальность? Я чувствую, что-то не пишу. Я хочу узнать о всему-то заболочном шее. Я наклоняю голову и ищу топически по сегментам и нервацию. Вхожу всю нервацию. И смотрю. Совсем остановилось? Да. Смотрю. Разные крючки и трицепс. Трёхглавая ромбовизмная мышца надо восстановить. 44-7 восстановилось. Осталось Ц5-Ц6. Ц5-Ц6 сохраняет гипотонизм. Вот какая пучина. Я максимально выдохну и смотрю. Всё равно выпустим дыхание. Дыхание на шее. И налаживаем на состояние шеи. Вдох. У пациента уже никакой реакции нет. Ну и идёт реакция на выдох. То есть, что-то ещё можно размазать в душной полости оказалось недостаточным. Теперь, провоксируя дельтарит в курсе на поле головы шеи, я механически смещаю раздвоз. Мы спрашивали, что осталось. Потому что очень часто, когда фиксируют длинное время в желудок, укорачиваются связки между желудком и печенью. И укорачиваются тогда, как оказалось, не собственно, это успешно связки. И теперь мы оказываем ее лечебное воздействие через тонусные довидные мышцы. Через контроль. Опять-таки направленные движения мы смотрим по контролям неврологического теста. Потому что, как только мы понимаем желудок, изменяется состояние внутренних органов. Очень точная терпическая диагностика по каждой связке конкретного внутреннего органа. Хотя пациент лежал не на руку на душной полости, ни на желудок на печенье. Кажал, что он постоянно, уже многие годы болит плечом, и он только к друзьям не обращался. Ничего не помогало. Проверяем. Сначала сходу в метраге положить. Теперь наклоняй голову максимально. Проверяем. Проверяем. Таким образом могу проверить. Вы не хотите говорить остальные сразу по пальцу? Остальные. Несколько за половину лет. Я могу проверить и для них, судно. Но уже... Вы не могли бы как-то встать вот так? Я прошу пациента разогнуть кисть максимально. И сопротивляться к кисту. И прошу пациента, когда не сопротивляйся. Проверяем. Так отцена разгибатель кисти. Теперь прошу пациента саду удалось. И прошу пациента взять и свою руку. Так вырывается сгибатель кисти. Пациент немножко не ручный, может, значит, что нужно сделать. Возьми против ботонии в проекте локтевого нерва. Снизу ток возгибатель. Я хочу узнать, где причина. Смортика малой грудной мышцы. Когда я сближаю местах на крепление, в тот малышку должен убрать каприз. И снова стоп-гибатель. Сейчас хорошо? А если так? Локтевой сустав расслабит. Локтевой сустав расслабит. Вышипите руку. Только сгибатель не нужно. Но когда человек сгибает руку максимально приближенно, то мышцы восстанавливаются. Когда сближали местах на крепление малой грудной мышцы, то отпуск восстанавливается. То есть, сохраняете это. То есть, конструкциональный синдром должен малой грудной мышцы. Опять-таки, проверяем сгибатель. Вот так проверяется конструкциональный синдром. И я подумал, что я могу делать с малой грудной мышцами. Вот, например, вот его я это сказал. Теперь, как можно прийти до комплисии? Что можно сделать? Очень часто, когда длительное время малая грудная бывает укорочена, возникает не просто мышечное укорочение, а возникает масциальное укорочение. И в этом случае необходимо оказать масциальное растяжение с волоком малой грудной мышцы. Потому что его комплисия локтевого нерва возникала только при растяжении руки, когда возникает максимальное растяжение фасады полок. Таким образом, через желудок мы восстанавливаем тонус органиста мышцы, а через фасадное растяжение мы растягиваем фасцию укороченной малой грудной мышцы, убирая скрытые туннельные синдромы локтевого лучевого серединного нерва. Рука растягивается, возникает продвольное растяжение, а доли возникает вертикальное и возникает растяжение всех волоком фасции малой грудной мышцы. Таким образом, убираем скрытые туннельные синдромы, которые возникают только при объединении руки. Проверим, насколько эффективна наша работа. Опять можно локоть не сгибать, только кисть. Проверяем сначала среднее положение, а теперь отходим, как можно больше, растягивая, малую грудную грудину, и проверяем, насколько с этим лежит. Вот таким образом проверяется состояние нервной системы. Теперь проверяем боль. Как боль, как боль, как боль. Наклоняем голову, усугубляем усиливая демолярный конфликт. Как боль. Салт у пациента. Присаживайтесь. Усиливаю гравитационную нагрузку. Снова смотрю как боль. Поставлю. Вот так просто оказывается воздействие на мышцы. Я хочу еще раз сказать. Ко мне пришел пациент с длительным болевым синдромом плечом и суставом. Болела плечо, болела передняя, болела задняя грудная, болела шея. Долгое время без успеха пытался лечиться обезборивающим противооспалительным массажем и излечивающим прогреванием. Что нас смутило? Что у этого пациента боль возникает не в положении сидя, когда нагружается шея, не в положении стоя, когда нагружается шея, не при наклоне головы, а только в положении лежа. Какая-то странная боль. Мы не стали выстрелить в положении сидя. Мы его сразу положили. Как только мы его положили, мы проверили сразу основную мышцу, она из плечом встала, дентамильную мышцу. И она дала сразу гипотонию. Я хотел узнать причину. Точнее дело увеличена шея. Я открыла межпозвонковое отверстие. Это было видно? И в том, он сразу же увеличился. Значит шея включена. Но почему она включается только в положении лежа? Потому что человек, когда спину глубоко, дышит. Я тогда вернула голову нормальное положение. У него я не остановился. Но когда я попросил сделать его вдох, мышца резко ослабляет. Это означает, что когда он дышит, он поднимает мышцы шею, и передавлялся, нестанавливается. Но почему он дыханием так передавлял? Почему он так резко поднимает мышцы шеи? А потому что диапрагма не работает. Она не может адекватно опуститься вниз. Почему? Потому что пищевое два версии желудок еще нет. И поэтому это адекватно опускали голову плечной диапрагмой, и компенсационно перегружается мышца шеи. Тогда мы сделали провокационное движение вниз ногами желудка, а проверили боль в плече. И мы на текущем направлении смещения желудка, который боль в плече уменьшает. Проверили лечение, перепроверили все. Благополучно. Но я знаю, что он должен очень долго болеть. То есть малая грудная мышца долго была спазмирована. То есть, скорее всего, она постоянно будет укорочена. Но как это проверить? Очень просто. Я проверяю лучевой локтевой седенверт на кисти при максимальном отведении лучи в сторону. Тогда малая грудная комплинирует левую мышку кучу. И оказалось, что локтевой нерв гипотомичен. То есть, я его до конца не довечил. И восстановил тонус органиста, но он не растянул ухорученного антагониста. И тогда, растянув мышцу, я провела постаральное растяжение. До тех пор, пока в таком положении, тонус сгибательной кисти не восстановился. Только после этого я пациент отпустил. Так работают мистромоторные рефлексы. Они работают скрыто. Потому что гипотомию какой-то конкретной мышцы органиста, и конденсатурно укорачиваются другие мышцы. Давай компрессионный соберем. Какие-то вопросы по этому пациентуристу? А? Сколько раз и к нему? Я ему там специальную гимнастику. На грудо-брюшную биопрагию. На желудок. На падок, дыхание, вдох и выдох. На шейное тело-косомышку. Выдох по нижней тебе. Контрольник есть? Я думаю, что нет. Конечно, конечно. На нашем сайте все языки у вас есть. Вы посмотрите, все может выйти. Там прямо на ютубе библиотеряло. Принестать на землю плечевого сустава. Это заберет на ваш шею. Наверное, лопатку. Друзья мои. Все есть на русском языке. Бесплатно для вас. Только берите руки. Малая грузная располагается вот здесь. Она здесь. А грузная глиза гораздо дольше. Нет, нет, нет. Он вот так вот растягивал мышцы. Вот таким вот образом. И стучал по 3-5 ребра. Гемалая грузная похода. 3-5 ребра. И я берегу просто к лопатке. Здесь я берегу с половиной. В этом идет ценность. Потому что именно она компримеровала сосудист дневный петчок, который отдавал скрытие туннельной синдромы. Просто они не проявлялись в покое. Они проявлялись тогда, когда человек открыли руку в сторону. И тогда вас не будет. Какие еще вопросы были по поводу пациента? Так, слушаю вас. Молодая и красивая женщина страдает постоянной болью между лопаточной области. Что провоцирует? Боль возникает и стоя, и сидя, и лежа. Она не может назвать тот фактор статодемнической нагрузки, который провоцирует боль. Это очень подозрительно. Если компрессия нервы идет, то всегда есть какое-то положение шеи, которое компрессию усугубляет. И есть какое-то положение шеи, которое компрессию уменьшает. Моя концепция говорит, что моя боль ни от чего не зависит. И стоя болит, и сидя болит, и лежа, да если неловко полежать, еще больше болит. Еще что беспокоится? Спасибо. Странная какая-то будет. Давайте посмотрим. Я тогда еще что-то посмотрю, где это больно. Это больно здесь. То есть в форматебральной выражена резкая болезнь, резкий спазм длинных раздевателей спины. И резкий спазм длинных раздевателей. Почему я уверена, что больно? Потому что когда в беспокоительной зоне не работаешь, все сложно возникает в жизни, и старые кредиты, и всегда возникает в состояние. Это очень частая проблема, особенно у наших детей, у которых постоянно устает спина. И ребенок, он говорит, я не могу сидеть, у меня болит спина. Посмотрите, как вы все сидите. Вы все сидите наклонив голову и спиной опираясь на что-то. Никто из вас не сидит прямо. Обратили внимание? Нас даже не приходит мысль, что надо сидеть, держав свою спину. Мы все пытаемся что? Это, представляете, это разгибатель из спины. Потому что у всех, которые сели, возникает усталость в спине. Мы пытаемся что сделать? Как можно лечь? Молодая и красивая женщина может свою спину держать. А как ребенка еще досить? Давайте искать причину. Проверяем внутреннюю мышку. Проверяем двухглавную мышку плеча. Проверяем трицепс. Проверяем ромовидную мышку. И с другой стороны. Проверяем трицепс. Это все быстро проверяется. Но я проверяю каждый выступ, каждый выступ. Теперь смотрю, какое это отношение имеет шейный отдел. Потому что исходов время нормально. Все, можно получше? Смотрю с другой стороны. Как только пациентка наклоняет голову в правду сторону, лучше возникнуть какие-то нервности. Параболизм. 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 То есть поражается умывницей четыре цепь. Еще раз покажите, как умывается. Когда голова ровная стоит. Рефлекс прекрасный. Как только она наклоняет голову, лучше рефлекцию подается. Как состава углы со стороны пицц. Я хочу проверить по боли, как это будет. Я смотрю в средней полоте. Как боль. Я наклоняю голову. И смотрю как боль. Скорей голову, скорее, скорее. Голу в другую сторону. Очень хорошо. У пациента боль в локтевом суставе возникает только при наклоне головы. Как только она пролетела в другую сторону, боль исчезает. Эта боль не связана с локтевым суставом. Эта боль связана с шейным отделом подруга. А теперь проверяем, а как работают мышцы при комплисии очков при наклоне головы в лебошку. И то же самое выпадает в ромбогридной. То есть при наклоне головы в другую сторону, потому что очень часто, когда у человека нарушается жевательную мускулатуру, он включает в движение речи мышцы головы, мышцы шейного отдела позвоночника. И поднимает голову. Я открываю голову и опускаю челюсть, а открываю голову и поднимаю голову. Раз, 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 раз. Теперь смотрю с фазой дыхания, как это связано. Я прошу сделать вдох и сделать выдох. Если бы у человека был нарушен пароматом дыхания, то от того, что он задержал вдох или задержал выдох, изменилась бы клиника. Теперь прошу просто втянуть живот максимально и сделать выдох, максимальный выдох. Как можно сильнее. Ну, у пациента вдруг восстанавливается рефлекс. Ну, и как-то это странно. Еще раз смотрю. Уже по боли. Ваша боль. Снимите живот максимально. И еще. И еще. Ваша боль. Прослабили живот. Ваша боль. Тянули живот. Ваша боль. Возникает реакция какая-то на птиогены живота. Какая-то из потомоков со стороны внутренних органов, которая изменяет тонус на мышцах шейного отдела позвоночника. Возникает компрессионный синдром по правой торте. Возникает легендерозная гипотония. Располагает позже этой положения? Вы же будете сказать. Что же она пытается допрячь, когда напягивает всю живота? Что вы шею через ее шейного отдела позвоночника? Это могут быть никто с мамкой, никто с кишечника, никто с почки. Давайте узнаем, что произошло. Я снова нахожу гипотонию и хочу обратить ваше внимание, что эта гипотония сохраняется в положении лёжа. Видали, что сохраняется? И теперь начинается смещать внутренние органы. Видали? Я смещаю кишечник в разных направлениях, я смещаю тонкий кишечник, смещаю толстый кишечник и смотрю. Есть ли какое-то положение в её теле, которое восстанавливает её рефлекс? Пока я не могу. Оказалось, что при смещении восходящего отдела толстого кишечника возникает восстановление конуса. Хочу проверить поборю. Беру руку. Ай-яй-яй. Или нет? Смещаю толстый кишечник, восходящий отдел пустой кишечника. Ай-яй-яй. Боли сида. Это означает, что у неё на грудопричную диафрагу влиял не с желудок, а восходящий отдел пустой кишечника был подпаян. И поэтому у неё грудопричная диафрагма неправильно включалась в декабрь. Оказывает лечебное воздействие. Оказывает лечебное воздействие. Мы разговариваем. Что боль надо сделать, чтобы стало меньше? И приходит в армию человека как часто, как в армию. И более что-то нам рассказывали. А мы этот рот затыкаем клятвом, обезболившись, чтобы только человек не болел. А как? Как это всё решить? Вот так вот работают кишечника настройки рефлексии. Теперь я проверяю, насколько справок оказался эффективным. Я снова проверяю рефлексы под нагрузкой. Снова провоцирую компрессию. Видишь, что я провоцирую компрессию? И смотрю, а как работает трицепс? А как работают равновидные мышцы? Проверяю с другой стороны. А какая имеет реакция? А теперь проверяю бой, с которой она пришла. Губила в разгибателях спины. Вот так вот работают с роматорной рефлексией. Когда она имеет какая-то проблёс с остальной жизнью. Так это понятно, уважаемые телевидцы. Так будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОТЛИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь должна научить ее правильно решать, делать взрослый вызов. Понять, почему кишечник так с реагирует? Может, он не способен, что самая правильная? Что работает постоянный человек? Нет, вот, когда я в гимнастику получил, нет, обучающий цикл, недели, две недели, сколько? Вы, пациенту, для обновления материал, насылаем домой, он знает, что у меня есть слабое звено. У вас, как я, честь, у вас только тысячи. Я должна постоянно с ней проработать, безо проработать. Это пожизненное заключение. Обязательно, обязательно. Можно либо массажером оказывать лечебное воздействие. У нас еще осталось 20 минут, мы можем что-то еще посмотреть. Надо проверить, как нарушить. Конечно. Только надо проверить, здесь я не хочу. Надо понять, причина гостинга. Если мы можем механически помочь, то да. А если нет, то нет. То есть эта молока заключается в том, что если я нахожусь, то я могу помочь. Я помогаю. Если я не нахожу, я отправляю к другому специалиста. Мне надо знать, вовремя своего неврологического диагноза, где мне нужно есть помощь. Можно для внутренних органов. Это направлено упражнение через мышцы. То есть есть, так называемое понятие, монстр-эсцеральная связь, которые ангендовичу были, скажем так, исследованы. То есть нужно найти мышцы, которые оказывают реферторное воздействие на внутренние органы через сегменты. Ну да, скорее всего, это мышцы будут интервацию получать из того же сегмента, что и внутренние органы. Ну, в подавляющем большинстве случаев. И он будет тренировать эти мышцы и будут оказывать воздействие положительное на внутренние органы. Это доказывает. Можете работать на гипотичево читать. Надо будет посмотреть, насколько можно своим воздействием. У нас нет конкретного, что мы кому-то помогаем. Я посмотрю. Я не смогу вас наивести в итоге. Я смогу помочь. Если я не могу вас наивести в лес, я не смогу помочь. Я могу чем-то сказать точно, то только начинай лечить. То есть отчетки, конкретно, неврологическую, термическую диагностику, патологическую. Потому что надо в ней почему возникает процесс. Так, прошу, последний пациент. Жалоба. Опять шея. Кто-то спинка может быть болит? Хотели бы спинка? У меня спина. У меня спина. Болит спина. У меня болит спина, когда я лежу. Это очень подозрительно. Когда я хожу, двигаюсь, поднимаю груз, переношу мужчину через лужу, никаких проблем. Но если я легла на спину, я уже встать не могу. Как-то странно, правда же? Так это странная боль. Не провоцируется нагрузкой, ни ходьбой, ни наклоном. На код могу сколько угодно стоять. Не поднимаю груза. Только, когда ложусь на спину. Почему это странно? Потому что боль не провоцируется статодинамической нагрузкой. А возникает, когда человек, наоборот, расслабляется. Мы же все наоборот знаем, когда мы лежим, то будет полегче. Она говорит, я не могу лежать. Я возникаю, но у меня возникает боль. Что мне делать? Кладем пациент на спину. Будем смотреть на том положении, которое провоцирует боль. Мы сейчас будем провоцировать все нервные корешки, которые связаны с поясничным отделом позвоночника. Удобно? Итак, пациент легкий, я начинаю смотреть, как работает нервная система под нагрузкой. Итак, первое, я смотрю уже инкстенциальные бедра. Прошу пациента прижать к себе ногу максимально и оказать несопротивление. Смотрю с правой ноги. Какая рентология. Посмотрите, что делается. Приближаю вторую ножку. Только ногу, кстати, по кушетке. Экстендором прекрасно состоянии. Теперь я растягиваю группу нервов. И смотрю, как на растягивание нервы система работает. Насколько непростижим. И возникает резкость неподогония. Смотрю, сколько или экстендор-клитров стали гипотоничными. Смотрю, и грушевидные мышцы не работают. Теперь смотрю, а как работает квадратная мышца поясницы. Прошу пациента сказать сопротивление. И смотрю, и квадратная поясница не работает. Посмотрите, как только человек только поднял огонь. Это что, нагрузка? Возникает резкая гипотония всех мышц. Смотрю, а это проблема только и поясничного отдела? Когда человек поднимает ногу, натягивается нервные поясницы по всему, по волну, включая шейный отдел. Смотрю, а на шею это оказало влияние? Да как это говорили, еще на шейный отдел. То есть у пациента не только проблема. Постойте, еще раз. Натягиваются нервные окончания. Видали? Мы протягиваем всю инструкцию системы. Смотрю, как экстендоры работают. Никак не работают. Смотрю, это проблема только в поясничном отделе. Смотрю, и какая-то садим грушевидные мышцы. Здесь все благополучно. Когда человек приходит и говорит, что у него болит все, возникает желание против психолога и психиатра. А можно проверить, почему у него болит и поясница, и шея, и грудная, и что невозможность, где больно. Где не хочешь, где больно. Почему? Для этого возникает такой специальный тест. Тест растяжения, нейродинамический тест. Тест растяжения периферийских породов. Я смотрю исход на экстендоры бедра. Все прекрасно. Я смотрю, я в разгибателе, и на него, в пустую среду, все прекрасно. Мышцы в хорошем состоянии. Привязаться не хочу. Смотрю, кушевение мышцы. Ногу не ведут, кому будет жить. Все прекрасно. Но только, как только я поднимаю ногу, тут же возникает гипотолей. Не только разгибатель, не только экстендоры бедра, но и грушевитные мышцы. Но и разгибатели руки. То есть проблема больных поясничного отдела, не поясничный отдел позвоночника. А скорее всего, шейный отдел. Потому что при разгибании ноги выпали рефлексии все, не только на ноги, но и на руке. Это признаки нестабильности шейного отдела позвоночника на уровне Ц5-Ц6. Хочу проверить, ящик высли я. Пациент сидит ровненько, с ровной спинкой, с ровной подбородкой. Я смотрю, трицепс. Никаких проблем не нет. Смотрю, флексеры ноги. Все прекрасно. Пациент говорит, ну и хорошо. У меня возникает проблема, когда я с ним на компьютере печатаю. Вот когда я печатаю, у меня болит коляний сустав. И болит плечевой сустав. Проверим, почему. Вообще нет, вообще нет, вообще нет. Чувство, какая слабость. По ногам. Возникает боль в местах прикрепления. Не слышу. Не слышу. Возникает боль в локтемом суставе. Надеяк, возник в чумом суставе. Больше здесь. Здесь чуть-чуть больше. Здесь и здесь. Поднимаю голову. Выкрепляю. Как только человек наклоняет голову, возникает боль в плечевом суставе и в коленном суставе. Это признаки функциональной гемегипотомии как результат нестабильности в виде шейного отдела позвоночника. Логично C5-C6. Он в толпуске, как раз в локтем воздухе проход идет в канала. И поэтому у человека как болит шея, как болит плечо, как болит спина, так и болит озадедренные, включая еще и коленную суставу. И все только с одной стороны. Я хочу узнать, почему молодая, красивая женщина такая нестабильность. Я прошу узнать, это как-то связано с дыханием. Я прошу выдохнуть и максимально сдержать дыхание. Есть радиоактивность. Открыть локт. Видите, как его голову поднимают. Что мы обнаружили? Что мы обнаружили? Как только она наклоняет голову и возникает среди всех предпосудов, возникает среди всех предпосудов, они почему-то восстанавливаются, когда она открывает орган. Открыть его вверх и вверх и вверх. Хочу узнать, а будет ли это больно? Больно. Закрыли рот. Как больно? Так, открыли рот. Как больно? Закрыли рот, сжали челюсти. Как больно? То есть у пациента проблема связана с височными челюстными суставами. И она пытается как-то компенсировать эту проблему. И лишнее движение, просто она делает голову. Открыть его. Закрыть его. Открыть его. Видно, что она делает? Закрыть его. Она при каждом движении челюсти пытается их сохранить и пытается их отгрузить в голову. Что с челюстью произошло? То есть у пациентки имеется травма, которая привела к тому, что травму-то восстановили, а паттерном движении не лечились, никто не занялся. У нас ведь как? Операцию сделали? Иди домой. То есть проблема в том, что не восстановили движение, а потом иди челюсть. Проверим, с какой стороны имеется нарушение. Я прошу пациента на без сопротивления и пошу сжать зубки. Теперь расслабить челюсть и снова проверим. То есть, как полька сжимает по центру зубки, возникает виние резон и слабость. По всем местам. Глобальная дебюта. Я хочу узнать, действительно ли так связано висотничественное сустав? Я беру шпаты, располагаю внизу зубами. Не, не, не. Не, не. Сейчас мы не контаксируем ни челюсть с зубками, а только сжимаем мышцы. Я хочу проверить, прикус страдает или все-таки мышцы страдают? Мышцы страдают. То есть, здесь не работа стоматолога, здесь точно мышцы, потому что благодаря хпатеру не торопились. Благодаря хпатеру я изолировала прикус. Видно ли, что я изолировала? А только сжала мышцы. И как только я сжала мышцы, возникает резкая боль по всем суставам. Как только она сжимает рот, то это остановится. Будет сжал. Как только она сжимает шпаты, то есть проблема со стороны шеи связь компенсаторно имеется, потому что проблема связь в основном с зубами и в сотни шеи. Спасибо. Спасибо. Я прошу хамствовать вас открыть рот и проверить свои мышцы жевательные. Для этого руки надо располагать спереди, перед жевателем сжалатой, как я расположу, и попытаться открыть рот. И вы увидите, что с одной стороны мышцы будут огромные-огромные вальцы, а с другой стороны маленькие. и здесь очень больно будет. Ай-яй-яй-яй. А здесь нет. Есть у кого-то сжимитки со стороны выживательные сплошные? Располагайте руки спереди, как я. Открывайте рот. Сильнее, сильнее, еще сильнее. И шмот, например, с одной стороны и с другой стороны. Вот с одной стороны нахожение больше. Если у вас жевательная услуга нахожена с одной стороны больше и с другой стороны, вы по каждым движениям челюсть и отравниваете с очередью. Если у вас имеется так движение мышц, попытайтесь его расслабить. Со стороны напряженной мышцы нашли боль, закрыли рот и максимально глубоко проникать на уровень внутренней и ловить на месте. Сейчас, руки. Это не точный массаж, это массаж девушка с поздневанной мышцей. А теперь делаем упражнение. Рот открыли. На пальчик нажимайте руку. Да, да, да. Делал. Открыли. Рот закрыли. Закрывайте. Сиди, закрывайте. Открыли. Открыли. И закрыли. Открыли. И закрыли. И торопитесь. Что мы делаем у пациентки? Пациентка говорит, этого не может быть, чтобы у меня отчевать мозг, не болелась спина. Что мы должны сделать? Мы находим боль. Мы слышим. Я не слышу ничего. Но после бытии, все-таки ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Теперь я смотрю, что здесь нет, это зажмите жутки. Сиди. Открыли. Попробуй. Если у пациента уменьшается боль от того, что он открывает рот, где бы она ни была, в спине, в колене, в шее вам отдельно, это рефрикторная боль связана с функциональной геологией, гипотонией, как результат нестабильности шеи, вследствие спазма крыловидных мышц и нижней челюсти. Врач месится в перчатки, располагает руку на сердца пациента, идет пальцем вдоль зубового ряда, потом закрывает рот и внутренние крыловидные мышцы просто давят на ваш палец. И вот таким образом расслабляется внутренний крыл. Просто пальчик видно, как он стоит, и внутренний крыловидный мышц. Такие вот практики на стены я рассказываю на внутренний крыловидный мышц, а потом подлинные челюсти находят внутренние крыловидные мышцы. Я хочу еще раз напомнить, что мы пациент не речем боль в поясничном отделе, позвоночниках, в шейном отделе, в колене, в шестой, в плечевом суставе. Работа наживает на мускулатуре. Потому что селитричный спад в шване в мускулатуре как визуально от перенесенной травмы сказано о том, что не нарушится паттерн открытия рта и открытого рта с постоянной напрягаемостью шейного отдела позвоночника. Этим самым приводит инстагидность шейного отдела Ц5-Ц6, что придет функциональ гемиогипотонии высоты по правой палатине курицы. И мы пациенту обращаем в самом-то самом деле в том, что мы делаем. Кто? Нет, надо пальцем проехать. Это глубоко очень. Здесь просто недостаточно. Как вам удобно? Важно найти то положение, в котором ваш обгон увеличивается. В спине, в колене, в шее, в плечевом суставе. Лечение происходит в том положении, в котором является провокцирующим вакуизбаланс. Теперь делаем специальное управление, которое я вам показал. Открытие и закрытие автарбольных сопротивления. Пацан говорит, у меня понял, что лайнер где лечились в разные стороны. Ну что, друзья, давайте посмотрим. Да, еще пара поднимаем ногу. Смотрим флексы под нагрузкой. Дельтариды 85. Наклоняем голову. Смотрим трицепс. Разгибаем голову. Смотрим флексоры бедра. Поднимаем ногу. расстегиваем седалищный нерж. и смотрим в руки какая-то реакция. Может все что угодно быть. Восемь после отказа сопротивления. Рефлекс хороший. Алкет ещё видна мышца. Арандри плюс плюс трицепс. Помните было крепотание на эту реакцию? Опять то видная мышца. А теперь насладимся ее болью. Помните на нем говорил, что боль была у вас? Не слышал? Не что-либо очень просто быть не может оказать патогеннически значимое лечение. Уважаемые коллеги, здесь революционная рефлексия. Можно мне сделать презентацию следующую? Что-то презентация в классе. Следующий доклад. Следующий слайд. Все сделаем 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 страницу что у нее была функциональная гемик и с одной стороны. Когда мы растянули вторую ногу мы такой реакции не получили. Мы растянули правую ногу и получили реакцию со стороны лекарства от той ноги. И она говорила, что у нее болит правая рука и правая нога. Мы почему и случаем такое? Ей нужно сначала упражнение на цивилизацию лично-черестного сустава, потом шейного отдела позвоночника потом трудо-брюшной диафрагмы а потом есть специальная гимнастика называется нейродинамика она отличается тем, что мы начинаем движение с пальцев стопы потому очень часто находясь в голове мы теряем навыки сгибания и разгибания пальцев а там еще сидят официальные соберем инфицированные цели даже как все начали с пальцем с пальцем а потом решать на гимнастика что еще я хочу еще чтобы услышали нашего изобретенного профессора Вейна что музыка медицины является повышением качества жизни человека а чтобы повысить качество жизни человека надо проверять работа яркой системы что она хрустная тогда вы узнаете чего не адаптировать если вы зависит этой наукой ваша жизнь изменится вам каждый день будут новые сюрпризы потому что вы увидите что нет похожих последствий все абсолютно разные и каждому абсолютно разные и когда вы назначаете всем одно и то же это все чтобы человека с размером от 45 до 36 уровня вы всех побывают 30 кого-то поможет кого-то уважаем вы можете